Сегодня перед фермерами стоит множество задач, решить которые в одиночку довольно сложно. В первую очередь это проблема сбыта продукции. Зачастую маленькие хозяйства не в состоянии удовлетворить запросы, например, крупной здравницы. Такие предприятия предпочитают работать с посредниками, которые, закупая у разных поставщиков продукцию, предлагают большие объемы и разнообразный ассортимент. В итоге на перекупщиков приходится выходить и самим производителям. Я вынужден обращаться. Есть у нас такая категория бизнесменов, они называются перекупщики. Они из меня вьют веревки. Я вот этого на самом деле не хочу. Кооператив, объединив и увеличив различные виды сельхозпродукции, вполне сможет конкурировать даже с крупными агрокомпаниями. Налаживать сбыт товара сообща предложил заместитель главы города Александр Колесников, опираясь на подобный опыт в ряде других районов. На сегодняшний день дальнейших перспектив без вступления, без создания кооперативов, ума вот в формах хозяйства очень мало, очень сложно конкурировать с крупными предприятиями, сложно конкурировать с импортными продуктами. При объединении кооперативов здесь снижаются многие издержки, затраты на обработку почвы, на логистику и на саму переработку, в том числе будут поддерживаться кооперативами. Сегодня помощь от государства существенная. Гранты можно получить на самые различные цели – от приобретения оборудования и животных до развития инфраструктуры. И с каждым годом их размер увеличивается. До этого размер господдержки составлял до полутора миллионов рублей, независимо от направлений. С этого года планируется для развития, разведения крупного рогатого скота в молочном и местовом направлении увеличить размер гранта до трех миллионов рублей. Это делается почему? Это самые тяжелые направления, там больше всего затрат. О том, что заниматься сельским хозяйством с каждым годом становится выгоднее, говорят и сами фермеры. Например, Владимир Даровский в строительство теплицы вложил только 20% стоимости. Остальное оплатило государство. Первые субсидии я получал в 2009-2010 году. Там было 50% субсидий на строительство теплицы, на материал. А сейчас даю уже 100% от плачевых материалов. Если посчитать, то при получении субсидии, получается, что теплица строится за 20% стоимости. Управление сельского хозяйства оказывает фермерам активную консультационную помощь. Регулярно проходят так называемые дни малых форм хозяйствования на селе. В России создано 19 ярмарок привозов, включающих более 200 торговых мест, которые фермерам предоставляются бесплатно. Активно реализуются государственные программы. Только в прошлом году 25 заявителям из краевого бюджета выплачены субсидии на сумму более 10 миллионов рублей. И работа по развитию личных подсобных хозяйств продолжается. По мнению специалистов, объединившись в кооператив, фермеры смогут выходить на крупные предприятия, минуя посредников. И это будет выгодно обеим сторонам. Большинство предпринимателей инициативу поддержали. Возглавить кооператив предложили руководителю фермерского хозяйства Владимирский сад Владимиру Бедареву. И он обещал подумать.